Я докажу для начала теорему Стокса для куба. Давайте мы возьмём фит, который будет отрезком 0,1, где по каждой координате у вас отменяем и до единицы. Давайте я покажу тебе такую лему сделаю. Лема будет такая, что у меня комикра какая-то, n-1 форма на этом самом кубе, тогда у меня будет вот такой... Давайте я иногда напишу вот такой крошечкой. Значит, надо сказать, что, конечно, кубы — это не многообразие с краем, потому что, значит, у него все-таки уголки, они не дифференосные, значит, в плоскости. Поэтому надо понимать, что здесь мы даём такое специальное определение, что, значит, у нас это просто сумма интегралов по каждой из граней. Граней там будет только 2 сетей граней, да? Что? Около там. Ну как, ну куда-то 4, сколько? 6. А! В общем, сколько надо, сколько будет, по-моему. Я и не хочу сейчас думать о том. Значит, смотрите, а доказательство для себя, ну, очень простое. Ну, скажем, у меня устроена форма типа n-1, но она устроена так. Так ведь? Вот они устроены так. Смотрите, а вот мы уже знаем, что интеграл, он линейный, поэтому достаточно доказано для одного слагаемого бутонного вида. Все угленности, все угленности, все угленности, все угленности достаточно доказать. Нельзя, значит, вот такую форму. Значит, чего-то там в крышечке сверху, значит, что вот эти ферменты. Ну, смотрите, я думаю, что этот номер и он не принципиальный, но можно считать, что это просто i равно 1. То есть для ограничения общности можно считать. то есть он уже 1, то есть он уже 1, а потом сразу идет dx2, потому что мы dx1 бутонный наш, dx2. Ну, давайте я думаю, что мы напишем эту штуку. Ну, как мы ее считаем? Значит, мы считаем, что ориентация у нас здесь правильная, поэтому мы, значит, галочку присоединяем и напишем самый обычный вимонных интеграл, который я запишу сразу же в виде повторного. ВśОткоп, значит, от нуля до 1, dx2, от нуля до 1, dx1, так, дата, 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 дата. От нуля до 1, dx2. А тут у меня остается от нуля до 1. Значит, D-омега-1, D-X-1. Ну, последний интеграмм, он, естественно, сразу называет естественное желание применить форму Ньютина Рейнса. Мы себе в этом не откажем. У нас, значит, тогда получится что? Значит, вот смотрите, вы будете интегрировать, значит, от 0-я-той единицы, с пульсом парагинарной, до 2-й, а здесь у вас будет, что у вас есть будет омега-1 от 1, x-2, и так далее, x-1, минус омега-1 от 0, от 0-я-той-той-той-той-той-той-той-той. Но, смотрите, что это. Вот интеграл вот этот вот, от вот этой штуки, вот как вот у вас, смотрите, вот у вас, значит, есть куб, да? Вот представьте, что вы, понимаете, играете какую-то fdx. Вот у вас есть грани, где у вас x, это константа, там интеграл просто будет 0, да? Вы когда будете ограничивать на вот такие грани, то у вас форма, форма проявится в 0, да? То есть у вас не 0, и 0 будет только по пульсием грани, но если где у вас, это 2, это там, там, их будет ровно 2, да? Одна войдёт у вас с плюсом, там единица, а другая войдёт у вас с минусом, там у вас будет 0. Смотрите, вот у вас вот здесь, у меня, наверное, написано ровно сумма интегралов по этому штуке и по этой штуке, а по остальным это будет 0. Поэтому, вот у нас и вы, у вас будет интеграл по границе куба, как я говорю, это интеграл по сумме границ от 1 ганя. Вот у вас на верхней грани тут единица, на единица не 0, а по остальным... — Сейчас вы, например, попредили вот интеграл-границ просто как... — Это просто как сумма, сумма интегралов по всем граням ограничения формы на единице ганя. Что значит ограничение формы на 1 ганях? У вас границ, когда какая-то из кардинатов или 0, или 1. Вот вы подставляете туда 0 единиц и интегрируете по соответствующему переведению. А знаете ли как? Перемьет. Значит есть и снова. Там единица у вас с плюсом, там у вас с минусом, потому что тут у вас есть в эту сторону, а у вас есть в эту сторону. И все. Ребят, все. Значит, а теперь как делать стокса вообще? У нас есть такая сфере инструкции. Значит, ну кто это? Мы будем брать, что интеграл по m от d1. Понимаете? Значит, мы запишем его тогда сразу же с помощью разобедения единицы. Вот так. Нет, в 10 килограмм. Какое-то переменое. И? Ну, как мы обладаем это головой? Мы обладаем какое-то покрытие уаз и подчиненное ему разбиение единицы. Тогда мы разбиваем он тогда такую сумму и мы дошли, что особое покрытие и разбиение единицы это делаем независимо. Независимо. А дальше я сделаю вот, что хитрый ремень, что такое тип. Я знаю, что у меня сумма по всем руальфа это единица. Я думаю, что сумма единицы не права всех руальфа это будет у меня раздельственной вновь. Поэтому я здесь добавлю соответствующие слога из них. Поэтому я здесь добавлю соответствующие слога из них. Смотрите. Сумма всех вот этих штук это будет ноль. А теперь смотрите, что у меня получается. У меня получается интервью ремень, сумма по альфа дифференциала от руальфа на ом. Смотрите, я протащил ее внутрь. Это работает в силу вот этого обстоятельства. Ну а дальше что? Дальше я разбавлю это просто в сумму. У вас будет здесь суммный интервью по каждому руальфу, значит, от дифференциала руальфа на ом. Дальше я делаю такую штуку. У меня просто эти руальфы это же не просто покрытие, а покрытие координатными кактами. А я эти координаты, я их буду теперь убрать. Так, смотрите, я же вот, я же могу взять и этот дифференциал, который у меня осуществляет карту. Вот, значит, у меня, значит, у альфа феральфа, значит, у меня карта. А у альфа соответствующая, значит, раздвижение будет. Что мне надо? Да, вот смотрите, вот пусть у меня, значит, вот у меня здесь многообразие. Пусть у меня у альфа. Я хочу сделать следующее. Смотрите, я хочу, чтобы у меня... Ситуация была такая. Ну, смотрите, вот у меня единичный куб здесь. Значит, это у меня, значит, карта. Так. А я хочу взять здесь разбиение границы такое, чтобы оно обращалось в ноль на подходе к его бронисту. Да. Это прекрасно, значит. Причем с точки дела, как бы мне нужно, чтобы у меня ру альфа отличалась ноль на подходе к у альфа. Да. Поэтому, значит, у меня... Причем с точки зрения границы. Да. Значит, что у меня будет, значит, что я хочу? У меня есть карты двух типов. У меня актуэр есть границы еще, да? Вот если, значит, у меня у альфа такая внутренняя, тогда я хочу, чтобы ее образ, вот, значит, фи альфа, чтобы у меня образ, вот этот, значит, у меня фи альфа у альфа, чтобы он был целиком внутри этого клипа. Да. Да. А если у меня граничная такая, то мне тогда нужно, чтобы у меня... Значит, этот образ, он вылежал только на... Чтобы у меня, значит, вот эта вещь, она переходила, у меня, значит, в плоскость xn равну нулю. Давайте, да. Ну. Значит, что важно? Значит, у меня разделение границы, оно... А, точно, этот ноль, значит... А, сейчас. Ну, в ней этой штуке она ноль. Не надо понять сейчас, как я это делаю. Просто, в общем, дело... Чтобы вот эти штуки с у альфа продолжались, поэтому мне надо, чтобы... Мне надо, чтобы она обращалась, ну, еще до подхода к границе у альфа. Ну, сейчас, мы ведь в REN, давайте выберем какой-нибудь компакт у альфа. Вот, тогда мы можем сделать такое разбиение единицы, которое будет на этом компакте единичкой, а при подходе к у альфа она будет нулем. Сейчас, подождите. Не... Не трепещите. Сейчас вы можете подумать, что я хочу. Просто, в общем-то, как мы можем сделать... Мы всегда можем сделать две единицы так, чтобы оно... Вот, у нас такие два вложенных куба. На внутреннем кубе это единица, а в ней внешнем это ноль и так далее. Сейчас... Ну, сейчас как-то нужно. Нужно, чтобы носитель сидел внутри у альфа. Да. Ну, да. Значит, смотрите. У нас герман стояло вот так, а носитель в руль альфа лежит внутри у альфа. Да, точно. То есть, у нас здесь он живет где-то вот тут, вот. А здесь, вот с этим моментом, он может выходить на поверхность. Вот. Вот что я хочу. Чтобы, так как он там соотносится с кубами, там это не важно, нам важно, чтобы у альфа сидел внутри этого куба здесь или выходили на поверхность. То есть, вот, застрахованная область, это вот носитель. Вот он может быть где-то там тут, где-то там здесь. Вот. Очень хорошо. Значит, что я хочу делать дальше? Дальше я хочу аккуратно перейти в РФ. Аккуратно это что? Значит, это значит, что я скажу, что у меня вот эта штука, это у меня сумма по альфа, а здесь я буду писать вот, я буду писать здесь такую, значит, по сути, замену координат. Здесь я буду, вот пусть у меня вот вот эта ентель кубу номер альфа, интеграл по ентель кубу номер альфа, а здесь, значит, смотрите, я хочу форму отсюда перетащить вот сюда, значит, чтобы форму оттащить вот сюда, мне нужно двигать ее с помощью отображения, которое идет в обратную сторону, так эти формы идут в обратную сторону. Поэтому вместо фиальфа, я решу здесь фиальфу номер первой, я применю звездочку к вот этой самой дэшу альфа кубу. Я перетащу этот интеграл отсюда на вот этот куб. Причем у меня на сети он сидит здесь внутри, а на ограниченном точке он выезжает на границу, где вот ровно вот эта графка. Дальше что я сделаю? Дальше я вспомнил фиальфу минус первой. У нас фиальфу минус первой бьет и нет района. Правильно, да. Фиальфу минус первой идет вот сюда, поэтому форма отсюда, вот сюда, как нам и у нас. Ну, это дипермартизм, как бы, поэтому фиальфу минус первой ничего не кушает. Понимаете, что я делаю? Я вспомнил, что у меня экстрадурочный дифферендаст перестановочный. Поэтому я пишу, что сумма по альфа, интеграл по соответствующему кубу номер альфа, альфа, если он стал от вот такой штучки. Дипермартизм применяю от всего. Сейчас, подождите, у нас вроде бы вот этот дифферендаст живет на компрайзе. У нас афи у нас бьет на компрайзе. А дифферендаст, он живет бы в РН, как бы, ну ничего страшного. Сейчас там грязничку не надо убрать или нет? Нет, почему? Нет. Почему? Смотрите, я эту форму тащу в РН и в РН применяю там, что дифферендаст. А, то, что форма, все, хорошо. А, форма идет обратно в сторону. Да, да, поэтому умеешь сюда. Да, потому что нижнюю нервную форму нести сюда. Поэтому я ее несу с помощью звездочки от отображения, которое будет свойствовать. Теперь, что здесь я применяю форму Устокса, которая у нас дома. Для куба. Мы рассматриваем уже только тех, кто вверх границах. Нет, у нас здесь есть смагальные и не выходящие на границу, и выходящие на границу. А сколько границ, когда нет, ну, теперь... А, это просто, пока границ только у... Да, 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 да. Но у нас теперь это происходит самое важное. Смотрите, у нас есть смагаемые двух типов. Первый тип – это там, где эксплуатация целиком живет внутри. Смотрите, здесь носитель, он целиком где-то внутри куба, поэтому к вкладу никакого не будет вообще. Понимаете, да? Вот. А вот если вы выходите на границу, то у вас вклад будет только от одной грани. Понимаете, да? Поэтому у вас, если на самом деле здесь будет такая, у вас будет сумма по альфа, а здесь у вас на самом деле интеграла будет по границе, пересеченной с образом, значит, под воздействием фи-альфа от границы. Так, и тут у вас на самом деле спрашивают только от вот этого кусочек. Сейчас мы увидим. Ну, смотрите, что это такое. Давайте мы теперь отсюда поедем обратно. Значит, у меня будет лобная сумма по всем альфа, а здесь будет интеграл по границе, значит, это у меня все исчезнет, отрывается наоборот. То есть, я воспользуюсь в системе теоремы Стокса, значит, на границе и поехал обратно. Значит, еще раз, эти слагаемые на границе, они для всех вот этих будут нулит, не за раз, как у нас устраивает. Ну, а дальше, что мы будем просто взять и собрать, это игру, а там, это полное исчезнет. Ну, и все. Значит, укус. Значит, на этом, пожалуй, жизнь с формами как-то закончим. Значит, смотрите, разговор про тендеры вообще развозить сейчас особо не хочу, потому что у нас будет рассварение, а там тендеры, естественно, получатся как сечение соответствующих тендерных степеней касательно рассварения, потому что иначе сейчас развить разговорную тендеры – это будет, в общем, не особое дело. Поэтому пока у нас сейчас есть формы, давайте мы сделаем сюжет, который, значит, у нас из формы сразу сыграет, пока мы их не забудем. Значит, давайте мы сейчас попытаемся поговорить только о гомологии гораздо. Значит, нам нужна такая терминология, значит, определение. Что бы не видеть, что омег не замкнула? Если дифференциала от омеги нет, и омега точная, если существует какая-то форма тета, тогда теперь омега, это дэн, тетя. Значит, вот такое незамесловатое утверждение, что точная замкнула. Ну, доказательство очень простое. Дэн от дэн, это дэн квадрат, это у нас нет. Поэтому у нас, так сказать, у вас есть формы вообще, внутри них живут формы замкнутые, а внутри них лежат формы точные. Причем, смотрите, и то, и у вас все эти три пространства, это вещественное пространство, это вещественное пространство. Они, кстати, колоссальные, они бесконечно нервные, конечно. Но, тем не менее, можно смотреть фактор, который оказывается, в разумных случаях, вполне конечномир. Значит, давайте мы определим такую же пространство. Значит, мы ставим, что у нас АКТАН. Это такой фактор пространства. Я буду брать, значит, все замкнутые КАН. Такой, что существует ТЭТА, значит, из-за формы такой комплекс построили, который у нас Д бьет, и под гомолозом все такое. Ну, если вы хотите такие умные слова, да. Да, да. Но я не хотел произносить еще слова, какие-то страшные, которые говорят на фрекцию, чтобы мне не пугать тех, кто первожиденские вещи видит, у нас могут быть медленные люди, ну, конечно, как там уже АКТЭ, чтобы, конечно, хотите комплексовать. Будут нам контексты, но не сразу, да. Значит, вот эта была рефертаторя группа, когда мы выбим ого-го-го-го, дэрана на главной основе Значит, а почему Дорама, потому что Дорам, я бы предложил акции, рассматривая эту штуку, значит, почему мы будем часто говорить про стихогомологию, а пускай Дораму. Потому что, с одной стороны, все других рисков у нас не будет, а с другой стороны, потому что для разумных пространств все гомологии, как бы Вы сами не обретяйте, там, сингулярные, александровские, там, чеховские, там, не специальные, они совпадают. Поэтому, значит, мы ограничим все эти вещи. Значит, давайте мы посмотрим на какие-то самые-самые простейшие утверждения, которые мы можем сделать. Давайте мы посмотрим, например, как Вы думаете, что такое леви-вейко-гомолог? Ну, давайте посмотрим. Да, вот у меня... Так, я должен сказать следующее, что мы говорим, что эта группа когомологии чисто по историческим каким-то там причинам. В данном случае у нас это верфинное пространство надо говорить. Поэтому оно будет из-за норфы, как какого-то там Rn, здесь и оно будет. Конечная нерва, ну или будет бесконечная нерва. Значит, ну, давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Вот, значит, будет ноль формы. Ноль формы это такие функции. Такие, значит, что дифференциал этих ноль. А факторизовать нам их нету чем-то, потому что минус один формы нет. Значит, как Вы думаете, что такое функции, у которых дифференциал ноль? Это не правда, это локальная карта. Понимаете? На каждой компоненте связанности у Вас может быть своя константа. Да, поэтому, есть как минускую. Вот у Вас, значит, есть компоненты связанности. Да, вот здесь одна константа, здесь вторая константа, здесь третья константа и так далее. Значит, смотрите. Тогда у Вас элемент этого пространства, он сопоставляет, что у Вас такой, значит, вот набор, да, в котором столько компонентов, сколько компонентов связанности. Понимаете? Поэтому, что мы видим, что H0N, он у нас просто, ну, так вот, тупого и до мертвого R в степени количества компонентов связанности. В частности, допустим, если Вы возьмете такое, значит, счетное объединение R, скажем, оно, безусловно, как Русдлок в многобазии со второй аксиломы счетности и так далее, то невреденность у него, эта потанция будет бесконечно именна. Да, значит, но для, кстати, приличных, наоборот, это фоник, конечно, минерная пространства. Давайте мы теперь посмотрим, например, примеры. А, да, ну, еще, тоже такое утверждение на грамме тридиальности, значит, размерность M равна R, чему равно HKM, если это больше, чем T. Ну, смотрите, у Вас форм степени больше, чем равенность M равна R нет, потому что, ну, как бы, если у Вас есть верхнее пространство V, у него внешние степени степени больше, чем равенность M, но разуме между этим фониками мы принесли. Вот R, значит, ясно, что у нас H0 от R, это у нас есть без R, потому что одна компания связана с такими. Ну, вот. Значит, те, которые раз вторая, третья и так далее, нам неинтересны, потому что это общевидно ноль, а они должны посмотреть на А1. Значит, кто это такие, значит. Смотрите, здесь у Вас будут формы таких, что одни дифференциал ноль. Ну, смотрите, у нас два формы здесь нет, поэтому дифференциал от любой одной формы будет ноль. Да. Да. Значит, здесь у Вас будет вообще все одни формы. Да. А почему мы их будем факторизовать? Вот это мы помним. Вот это мы дифференциалы функций. Да. Значит, по пространству, значит, дифференциалов функций. Да. Поэтому, значит, весь вопрос тогда заключается в том, чтобы понять, следующий вопрос. Есть ли такие одни формы, которые не являются дифференциалом функций? Ну, нет. А почему? Ну, потому что там, типа, глазки, значит, поинтегрируют. А как получить эту функцию? Смотрите. Вот здесь у меня омега. Это омега. Она именно здесь, значит, какая-то форма g от x до x. Мне нужно... Значит, я вам хочу понять. Есть ли такая функция f, что эта штука, по-моему, у меня f' по x до x. Давайте возьмем интеграл от 0 до x. Вот, g от x. g от x. g от x. Так? Ну, нехорошо. Хорошо. Ой, как хорошо. Вот эти геометры есть, или нет, это не очевидно. Нет, это очевидно, но просто ну ладно. Это а очевидно, б приятно. Я не хочу назвать их буквы, их и так мало. Смотрите, я своими глазами видел статьи, где... А, ну давайте вспомним, хотя бы пятый том постик про группу и алгебра религий, где он на кочле 0e обозначает арабской буквой «да». У нас в такой степени можно дойти, когда буквы заканчиваются. Поэтому мы... Смотрите. Эта функция, она прекрасная, главкая. Ну и ясно, что диффиненциалы x, это будет у нас же 1d. Какой же у нас опыт. Поэтому что, смотрите, у нас любая форма точная. Любая 1 форма точная. Это значит, что вот это может совпадать у вас с этим, поэтому значит, H1r будет у вас, значит, любая. Все, значит, вот мы, значит, все какомологии для равной вещественной кремой нашли. Да? Делайте еще раз. Давайте, значит, у нас пример 1. Давайте посмотрим на вопрос. Да. А вот там, где H1df, оно что обозначает еще раз? Ну, можете сказать. Ну, смотрите, мы повторизуем замкнутые поточки, да? Замкнутые здесь все, да? А точная – это дифференциалы с лицей в данном случае. Поэтому мы пытаемся понять, как произвольные формы соотносится дифференциалом с лицей. Но давайте смотреть теперь на окружность. Сейчас следующее по словам. Ну, значит, опять-таки ясно, что А0, это у нас, потому что компонент связанности А1, да? Значит, начинается, что H1 от С1. Я сейчас начал делать все формы, значит, на С1, стередованные по дифференциалу функций. Да? Но теперь у нас жизнь будет гораздо более интересной. Вот что дело. Если я хочу взять и ввести координатор Фи, допустим, да? Тогда, значит, у меня вот функция, они имеют Ф от Фи, но эти функции должны быть периодически. Да? Ну, периодически. А форма, вот форма эта, должна быть G от Фи, Д и Фи, и она тоже, наверное, будет периодическая. Ну, в смысле, G, в смысле того, как говорится, периодическая. А давайте мы теперь попытаемся понять ответ на тот же вопрос. Когда у нас форма будет полным дифференциалом? Вот давайте я попытаюсь воспользоваться вот такой вот формулой. Да, вот я возьму и напишу, что вот Ф от Фи будет у меня просто интеграл от нуля до Фи, G от Фи до Фи. Но смотрите, чтобы эта функция была функцией на оконность, этот результат должен быть периодичен. То есть, добавим, в чем? Ну, значит, это должна быть периодическая функция. Периодическая функция. И это позволяет, что у вас интеграл от Фи до Фи плюс 2 Фи, от G от Фи до Фи до Фи, должен быть в нём. Зачем? Потому что у вас разница Ф от Фи плюс 2 Фи мин Ф от Фи. Он, значит, разница между значением звенцами на Фи, будет у вас высокой интеграл, он должен быть в нём. Но всё, значит, того, что у нас функция G периодическая, можно вообще сдвинуть. Поэтому, значит, у нас окажется, что на самом деле это условие, оно и условие, значит, просто условие того, что интеграл по периоду от Фу ниже... Ну, посмотрите, окажется, что у нас для оконности между этим пространством и этим пространством есть разница. Окажется, что вот это пространство, оно даёт нам только такие формы, что у них интеграл по периоду будет ну. Ну, это я, кажется. Ну, я понимаю, что половина из вас знает всё. Ну, давайте вы дадите мне проговаривать этот доказательство для тех, кто не знает, да? Значит, что мы должны делать? Давайте я тогда... А, да! Давайте я сделаю следующее. Значит, я забыл сказать, что вот есть вот обига, да, это вот форма. Вот, а у вас что здесь? Вот у вас, а, а в карте, да, это у вас множество смежных классов, да? Так ведь, ну, что это фактор пространства. Давайте я вот её представитель так буду обозначать вот так. Значит, называется кагомологический класс. Кагомологический класс. Кагомологический класс. То есть, что я хочу сделать? Я хочу в каждом кагомологическом классе найти некоторого хорошего представителя. А давайте я поступлю так. Вот, вы смотрите. Я возьму мою форму омега, которая уже от фи для фи, и я представлю её так. Смотрите, что я хочу сделать. Я хочу взять из неё, вычесть здесь её среднее по периоду. И добавлю здесь этот вот интеграл. То есть, вот это число. Значит, давайте мы посмотрим теперь, что будет, если я почитаю интеграл от вот этой штуки по периоду. У меня получается интеграл минус 2пи умножить на вот эту штуку. 2пи, если хотите, интеграл минус интеграл. У нас новая жесть, наверное, да. Поэтому, смотрите, вот в первых скобках принцип инвенциал некоторой функции. Так ведь? Поэтому что у меня получается? У меня получается, что класс кагомологический омеги совпадает с кагомологическим классом вот этой штуки. Потому что район между ними — это точная форма, да. Так ведь? А мы по ней фортовизуем. Поэтому он район в этом классе. Район — это аттенциально константно. Да, правильно. Это неукладно. Это прекрасно. Значит, смотрите, что у нас такая татарь. Что в каждом кагомологическом классе есть форма вида константа на dc. Значит, у нас получается вот такое отображение. Это отображение, значит, h1 в s1. Оно отображается, значит, в r по такой форме. Значит, у меня омега отправляется в число кондамной глинецки на dc. Интеграл, например, dc. Атон. Ну, смотрите. Нам осталось убедить себя в том, что это отображение, оно является кризоморфизмом. Можно еще раз объяснить, почему это дифференциал функции? Ну, смотрите. Мы с вами поняли, что у нас форма является дифференциалом отсутствия, и так далее только тогда, когда интеграл по периоду будет ноль. Да. Понимаете, да? Давайте мы посмотрим на вот эту формулу. Какой у нас интеграл по периоду? Это будет интеграл от φ минус интеграл от скантанта. Интеграл от скантанта — это два φ умноженные на эту константу. В отличие, это плюс интеграл от g минус интеграл от g. Это будет ноль. Поэтому вот эта штука — это чей-то дифференциал. А останется остаток. Это остаток вида константа на dc. Так ведь? Понимаете? У нас есть отображение неизвестного пространства в r, линейное, да? Как нам доказать, что это изоморфизм? Что в классе пишется? Что? Потому что если у нас две равные константы, то субъективность неизвестного или его? Ну, нужно знать субъективность и инъективность, да? Почему это субъективность? Нет, субъективность и инъективность так, как есть форма вида константа на dc. Да, они вам выдадут любую константу здесь. Так ведь? А почему неизвестного? А почему неизвестного? Ну, константы-то разные. То есть у нас есть две разные констанции. Неизвестного почему? Потому что смотрите, пусть у нас есть омега такая, что она переходит у нас в 0. Это значит, что от нее интеграл равен 0. Но тогда мы уже знаем, что омега это дифференциал R. Поэтому из этого следует, что ее громологический класс это 0. Ну, и все. Понимаете, да? Ну, смотрите, к сожалению, значит, на вот таких вот стрюках, когда вот тупо в лоб лет вставок и времени, далеко не уедешь. Поэтому, значит, нужны какие-то другие, более задачи, какие-то продвинутые вещи. Ну, а самый простой стрюк, который у вас есть, это задача 1. Ну, значит, на дифференциалом объединении громологии искать очень просто. Значит, а на каких-то там пространствах еще, ну, как-то вот сложно, да? Тем не менее, я хочу рассказать один трюк, который будет полезен вам в некоторых докладах. Ну, это, смотрите, вот куча мать. Ну, тут, конечно, сложный вопрос. Я еще не рассказывал группы. Поэтому давайте так, я не расскажу, как это происходит вообще, а про историю, например, округности, это понятно, да? Значит, посмотрите, вот у вас может быть так, что у вас группа действует на многообразии. Для примера, думать, что у вас округность действует на каком-то многообразии. Да, я думаю. А может быть так? Мм? Ну, когда у вас сфера есть, она вращается вокруг оси. Ну, мы тут, вот, 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 вот... Ну, как бы, нет, в основном, не должно быть классическим или нет, оно должно быть классическим. Пусть это будет компактным. Тогда я могу усреднять по действию группы. Это значит, понимаете, вот у вас есть элемент группы, да? Когда действует, ну, давайте я напишу так, это у вас Фи-Ж. Давайте, у нас Фи-Ж, у вас это отображение из М в М. Тогда, смотрите, тогда у вас есть индуцированное отображение в форме. В обратном, смотри, да? Ну, оно из М в М. А дальше я напишу, смотрите, я напишу здесь интеграл от вот этого самого Фи-Ж-Олига на форму объема на Ж поделись на Ж. Значит, в нашем случае, смотрю, это очень просто. У меня будет единица на два Пи. У меня будет интеграл от нуля и до двух Пи. Значит, Фи-Ж-Олига на форму объема, а здесь будет интеграл ДЖ. Вот, Ж у меня это переменная, которая бегает от нуля и до двух Пи. Сейчас, то есть, Ж у нас тоже будет иметь сирктуру наговори. Ну, это Губ. Ну, Губ. Ну, Губ. Ну, Губ. Понимаете что-то? Думайте про Курли. Вот так вот, смотрите. Я каждым элементом от Курли, то есть элементом от Курли, подействовал на форму, проинтегрировал, а потом, как бы, на два Пи. Мы ничего от мера не хотим на... Что? От мера мы ничего не хотим, которое у нас есть на группе. Ну, она какая-то невариантная, какая-то хорошая мера, в общем, самая лучшая, которую вы сможете найти. Ну, давайте, группы мы сейчас создать будем, вы на вот это пока смотрите. А, да, давайте мы видим следующее, следующее обстоятельство. Вот. Боже, я же не доказал еще гонотипической эквивалентности. Забытьте про это вам. Забытьте. Я вернусь к этому. Ты вернусь к этому. Да. Ну, мы еще не готовы к этому, наверное, реальному рассуждению. Значит, давайте мы сейчас сделаем такую штуку сейчас. Нам придется сейчас все-таки несколько погрузиться, значит, в то, что товарищ называл у нас комплексами. Значит, давайте, на самом деле, на такую штуку сделаем. Вот, что у нас происходит? Вот у нас, значит, есть, тут ноль формы, например. Значит, дифференциал действует, значит, в один формы, например. А потом это действует два формы, наверное, металлизация там. Вот такая штука, в общем, она... Да, здесь он словно, значит, дурочкой металл. Но, значит, такие штуки, они называются, значит, коцепленкомплексы. Значит, у вас есть какое-то, значит, там А нулевое, а на нем действует Д и Н. А нулевое, а какое-то А первое, а на нем Д первое действует, значит, А второе и так далее. То есть дифференциал, вот, с аналогичным дифференциалом? Нет, но у нас это какие-то алгебрические какие-то объекты. Нет, то есть на верху. Да, это да, здесь самообучие, да. А комплексы, это такая вещь. Вот у вас есть какие-то известные пространства А0, А1, А2 и так далее. А здесь у вас есть линейное отображение. Например, А нулевое, ДА первое и так далее. Бывает вот то, что у вас всегда, если сперва применить Д и Т, а потом применить Д и Т, то есть первое, то результат у вас будет Н. А тогда вы для крестового комплекса можете определить катые когровологии вот у комплекса А0, да, или сам правильный пример А0. Это будут следующие, это будут точные формы, да, точные цепи, да, которые здесь есть. Это будет у вас ядро Дкатова, да. Что такое у нас здесь были вот эти самые, там в первой форме те, от которых дифференциал 0, то есть те, которые в ядре дифференциалах. А факторизовали будем словом чему? По дифференциалу от кого-то там, то есть по образу предыдущего дифференциала. Да. Леонидович, вот если у вас есть коцепной комплекс, значит у вас тогда есть и когомологии коцепного комплекса. А это за что? А это был? Ну а это вот этот вот комплекс. Коцепной? А это был комплекс А. 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 А, а. А. Ну, да, но Бог знает, куда нас Господь заведет в этом курсе, как бы, может быть вдруг вы понадобились. Сейчас, если вы знаете, вот hk это от комплекса омега, звездочка, от m, это по определению и называется каплика гомороза бидорама m. Смотрите, кстати, что вы знаете. Значит, почему мне это интересно? Потому что у... А i это что значит? Индекс. Здесь, где, 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 где равно? Это в смысле определения, но если пишешь так, то это понятно, кто через кого определяется. Вот реально определяется в астане. Это мой знаменитый. Почему я это пишу? Потому что у нас будут вот такие штуки на разных многообразиях, у нас будут разные ассоциальные комплекции. Поэтому лучше сразу сказать, что такое морфильник ассоциальных комплекций. А это такая штука. Вот у вас есть, значит, а, которая отображается с помощью dA0, значит, в а1, а это с помощью dA1, а в а2 и так далее. А тут вот есть какой-то B, значит, 0, который с помощью дифференциала из B0 отображается в B1, а он отображается, значит, дифференциалом B1 в B2 и так далее. Так вот, морфильник вот такие вот отображения F0, F1, F2 и так далее, что каждая соответствующая клетка коммутативна. То есть у вас, значит, каждый раз, значит, что у вас, значит, dK3A, а потом, значит, FK плюс первое, это то же самое, что сперва F5, а потом B дифференциал с А. Значит, этот на этот, то же, что этот, а потом на этот. Вот. То есть коммутативность каждой, значит, клетки. Значит, почему нас, почему нас это волнует, почему нам это вообще дорого, да? Нам это дорого вот по каким ключевым. Вот пусть у нас есть отображение F из N в F, да? А мы тогда знаем, что тогда есть коммутативное отображение нас в форму. Допустим, когда мне не хочется указывать тут, взять вот со звездочкой здесь, писать буду, как это часто, часто делается, да? А вот смотрите, вот пусть у меня омега точная. А что там можно сказать про дифференциал от F звездочка омега? Смотрите, это будет F звездочка от D омега, а это будет равно нюйду. Так. Поэтому, смотрите, у меня омега была, значит, запнутая, а ее образ F звездочка омега тоже будет запнутым, да? Стоит на N звездочка перейдет в запнутый в запнутый. Вот. Вот. Так. Вот. Очень хорошо, значит. А у меня омега это какая-то D тэна. Так. Когда f'омега это f' dc, это дифференциал от f'c. Поэтому смотрите, омега была точной, это дифференциал ц. А f'омега тоже точной, это дифференциал от f'c. То есть у меня f' переводит точную-восточную. Ну вообще, значит, f' равно f' d. Смотрите, это вот равно то, что написано здесь. Что у нас получается? У нас получается, что у нас есть максимум этих самых комплектов. Вот у нас есть омега ноль от n, дифференциал на n в омега один от n и так далее. А тут у меня есть омега ноль от n и так далее. А здесь у меня f' в другую точку. Понимаете? Вот у меня, значит, исключенная такая лицо. А тут смотрите, так как у меня зацнутое переходит в зацнутое, то у меня, значит, сохраняется зацнутость формы. А так как точное переходит в точное, то у меня и на фактор это отображение тоже спускается. Поэтому у меня возникает отображение из восточка из кограммологии в каждой степени на n в кограммологии в каждой степени на m. Может, это просто, потому что я правильно понимаю, что это вообще мы не пользуемся. Потому что он пользует то, что они коммутируют между собой. То есть, что диаграмм будет один, тогда группа гомолота приходит группа гомологии. Да, именно это я вам сейчас скажу, что здесь это работает по этому, а здесь у нас точно так же у вас, значит, у вас звездочка индуцированная, значит, катая. Будет у вас катая кограммология из комплекса А, расположение катая к гомологии из комплекса Б. Да, это в любом маршруте. Да, да, это в любом вообще. В этом есть смысл некой такой безумно скучной науки под названием гомологической аудитории. Они вот вычлевляют какие-то общие конструкции в том, чего есть в топологии, а потом, значит, там делают из этого науку и изучают в каком-то совершенно общем виде. Да, но название его, допустим, вот все прекрасно знают совершенно сказочную книжку Франенко Фукса, кукса гомолитетической топологии, но он замечательный тем, что там все конструкции гомолитетической аудитории явно реализуются гомолитетическими конструкциями. А, конечно, можно сперва долго скучать от гомолитетической аудитории, а потом взять и сказать, ну, подставим за мной какие-то комплекции, значит, и будет вам счастье. Но нам, как топологам и ребенкам, ближе подход более гомолитетический. Я вам эти конструкции сообщаю, но для нас главное как-то работает на электрофоне, естественно. А теперь давайте я скажу вам такую, значит, штуку. Вот давайте я... Вот здесь у меня, значит, есть морфизм капитных комплексов, а я устрою некоторое такое отображение К. К. Вот здесь у нас Weiss. К. К. Смотрите, вот тут у меня сейчас живет F0. Вот у меня будет F1, F2 и так далее, а вот это брожение К они будут действовать вот так, вот так, по диагонали. Вот у меня будет К1, вот у меня будет К2 и так далее. Ну вы знаете, если бы мы были в каком-то регулярном ВУЗе, где все слушающие курсы перед этим слушали все предыдущие курсы, я бы умался. Да, ну к сожалению, наверное, тут есть люди, которые пришли только вот сюда, да, вот это курсы, которые вы это слышали. О чем вы хотите, чтобы вы это слышали? Нет, я как бы как факт. Размышления не было. Что? Ты не выгущал это. Да. Ну да, ты не понимаешь. Ну вы действительно рады выучите как-нибудь. А, я понял. Да-да-да. А теперь, значит, что я хочу написать? Я хочу написать, что я, предположим, что вернула вот такая штука, что я вкатая. Значит, смотрите, вот у меня вот это отображение есть, да, а я хочу написать, что это плюс-минус вот такое, плюс-минус вот такое. Понимаете, да? Значит, здесь у меня, значит, fk, это представляется, значит, так. Это будет, значит, сперва k kt, а потом d b минус первое, да, значит, ну, плюс-минус. Это значит, принимаем. Плюс-минус дифференциал, значит, вот этого. А, я не знаю. Храйный вопрос попросить надо. Значит, дифференциал, значит, k k a, А, а потом k k в сперва. Вот пусть у меня есть такие вот, значит, такие вот отображения. Значит, что у меня, значит, вот такие, значит, тоже здесь, значит. Тогда давайте мы посмотрим на следующее обстоятельство. Вот как у меня вообще fk... Вот, значит, пусть у меня есть какой-то элемент a, который живет у меня в a k. Да. И пусть он у меня, значит, замкнет. Так. А я хочу спросить, а что же будет с fk от a? Ну, смотрите, он будет у меня, значит, плюс-минус дифференциал k в сперва b k k от a, плюс-минус. А теперь смотрите, вот этот у меня ноль. Поэтому дальше ничего не будет. А теперь смотрите, это же у меня дифференциал от чего-то. Вот так ведь. Поэтому у меня шкабинологический класс от fk от a, ноль и ноль. Ну? Ну, потому что dk, t, а сайтом, он замкнет. И поэтому вот это на нем обратится в ноль. Поэтому смотри, что у меня получается. У меня любой замкнутый элемент переходит под действием fk в точную. Это значит, что гомологический класс образа это будет ноль. Это значит, что у меня fk, t, звездочка, равно в нулю. Он все на гомологиях, т.е. вот fk, который действует из hk от a, hk от b, так вот эта самая fk и звездочка у меня будет ноль. Как это выражение? Вот эта штука, это называется, конечно, называется? Что-то там оператор космосной гомотоз или что-то? Кто у нас тут уже все знает? Ну так, что мы... Ну, скажем, о логиях к этому, наверное. Да, да, да. Значит, если вы смотрите на ноль, как... Дальше, два, три, два... Значит, зачем мне это стало интересно? Я хочу рассмотреть два многообразия, которые нам очень умеют. Это многообразия m и m на r. Да, я даже написал так. Вот у меня есть m на r, и у меня есть, естественно, проекция m. Значит, проекция на сомножитель. Угу. А с другой стороны, обратно, у меня есть отображение s. Такое, что s на x, поэтому у меня x 0. А с другой стороны, у меня есть отображение m с слоем m. Но мы будем сейчас просто говорить по рабочим частям, сейчас это прямое произведение m и r. . Очень хорошо. Значит, что мы можем заметить? Мы можем заметить, что у нас, значит, измечение s, а потом s, это у нас традиционное отображение. Поэтому, если мы применим звездочку, то вот это у меня будет традиционное отображение в хагомологиях. А звездочка, она изменивается. Мы представим. Поэтому, значит, будет s на x равно традиционному отображению в хагомологиях. Это значит, что в хагомологии у нас здесь Всё устроено, значит, так, что у меня, значит, вот сперва есть, значит, h, k, t, a, t, m. Значит, у меня с птицей звездочкой это отправляет в h, k, t, a, t, m. А потом это отправляет s с звездочкой, значит, в h, k, t, a, t, m. И вот это вот сквозное отображение, оно традиционное. Что я хочу для доказательства? Значит, хотим. Мы хотим тогда знать, что если сперва s звездочка, а потом b звездочка, это тоже будет соответственно отображение. Тогда смотри. Тогда вот это, в сумме с этим, они будут что делать? Они будут делать то, что у вас есть, значит, тогда обшатая от m и обшатая от m на m. И они окажут тогда и замок. В одну сторону b звездочка, в другую сторону s звездочка, да? Это называется леопланкарет. Значит, как я буду это доказывать? Значит, я хочу взять и доказать, значит, что тогда, значит, что p звездочка на s звездочка минус тождественное отображение для меня, у меня но. пи звездочка на сюда, поэтому пи звездочка действует вот сюда. Да, 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 да. Значит, чтобы заказать такую штуку, мне нужен тогда оператор коцепной гомотофии. Значит, какой я его сделаю? Он будет покойней. Значит, смотрите, вот эта штука, она действует у меня из в кромологии m на f, в кромологии m на f, так? Поэтому мне нужно такое вот k, которое у меня действует, значит, из форм степени k на m на f, в какие-то, значит, формы степени k минус 1, m на f. Там просто k, оно действует так вот наискосок. Да, оно уменьшается. Оно уменьшается из кромогии, но n на f, нет, n на m, нет. Ну, у нас же эта же вот, эта штука на количество. А, конечно. И, значит, мне хочется, чтобы, значит, у меня k действует на кодух. Ну, давайте сейчас попытаемся что-нибудь такое сделать. Смотрите, вот у меня k действует над k формами, да? Так вот, k формы на r, они бывают двух степок. Давайте вот я на m локально, да, вот в какую-то ответность, я беру локальные формы на f, в локальные формы на f. Тогда у меня любая форма, она распадается в такие две части. Я беру омега 1 плюс омега 2. Чем они отличаются? Вот у меня омега 1, это такая форма, это какая-то, значит, функция f1, да? Умножить на dx, там, и 1, это 2, dx и k. Там нет dt. Ну, у меня же здесь еще координата t. А омега 2, это вот такие штуки, где у меня есть dt, а потом на dx и 1, вмешно на dx и k минус 1. А, то есть, там сумма, конечно, по и 1 и k, да? Ну, да, здесь нужно писать, там, ну, да, давайте мы будем писать здесь f и 1 и k, а здесь мы будем писать сумму. Так, вот на форму типа омега 1 она будет просто посылать их жестоко в 0. А омега это просто любая форма на m или что? Омега это, значит, форма на m на f. Вот там, где dt нет, я их буду посылать в 0. А вот где у меня, значит, dt есть, я буду посылать в такую штуку, я ее буду интеглировать по t. Значит, dt от 0 и до t. Это будет, теперь, какая-то функция от t, x1 и так далее. А здесь будет, по первому, и 1, т, 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 d, x и k минус 1. Значит, это будет k минус 1 форма. Да, это k, ну, смотри, оно из k формы на m на f попадается в k минус 1 форму на m на f. Значит, если dt нет, мы оправим ее в 0. А если dt есть, я вот ту часть x, dt проинтегрирую, оно и все нет. А не k минус 1 дизайн стал, с x ами, а сталин. Ну, а вы же делаете, если у нас есть какая-то форма, она же может в каком-то пуске иметь, в каком-то там... Нет, нет, такого быть не может, потому что это прямое произведение. Обдумайте этот вопрос. Понимаете, очень интересно. Мы на r на r вводим касты так, касты на m на r. Так, у вас пересчет тогда будет x выражаться через x штрих, а t, он таки будет тот же самый t. Поэтому они не смешиваются. То есть вообще, я могу писать в координатах так, что это какая-то форма на m, а здесь какая-то форма на m внешняя на какую-то форму на t. Я на самом деле его без координат могу писать. Первым не раздуваю. Делать на чему так уж. Для наглядности. Ну давайте теперь, значит, мы с ужасом думаем, что же будет здесь. Так, ну, хорошо. Вот, смотрите, вот, значит, я применил, значит, k от омега 1 плюс омега 2. Значит, результат у меня просто k от омега 2. А что будет? Если я приключу к этому потом дифференциалу. Значит, смотрите, мне нужно будет смотреть только на вот такую штуку. А вы знаете, у меня будут такие штуки, значит, либо у меня здесь будет происходить дифференцирование, да? Тогда это получится наше омега 2 исходное. Так ведь? Да. Значит, правда, что j зависит от всех x и t? Да. Это страшная правда. А другая часть будет, когда мы будем дифференцировать эту штуку по каким-то x, которых здесь еще нет. Ну, тогда, значит, омега 2 исходная такая у меня, да? То есть, да? То есть, будет, тогда, значит, микадрава от 0 до 6. Значит, значит, будет дифференциал вот этого самого g и 1 и k, по какому-то, значит, dx будет dt, а линус будет dx, значит, на все вот эти фарманы и 1, и далее, и k. То есть, что это? Там, где-то, там, где-то, где-то 6. Да, извините, да. То есть, что мы взяли еще раз, мы взяли? Ну, скажите, мы ослабленную форму, мы берем дифференциал. Дифференциал, собственно, производная такой функции по перемену, мы должны знать дифференциал этой перемены. А если производная по t, интеграл просто исчезнет, и, да, это получается просто сама исходная омега 2. А если производная по какому-нибудь x, то будет, то такая вот мелкость. А, 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 а. Не, ну как, ну вы не умеете интегрировать интеграл, то есть, ну, 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 это производная интеграла по параметру. Для этого интеграла dx это параметр, ну, туда-сюда. Да. С пределами зависит. Судится у нас хороший интеграл в собственной отече. Чего еще хотелось бы, да. Хорошо. Теперь другой ужас. Давайте смотреть на вот такую штуку. И там dx не должен исчезать, да. Да, вот dx, g, а потом, а потом придется то самое. Ну, давайте смотреть. Значит, d омега, это будет, значит, d омега 1 плюс d омега 2. Значит, тут у нас, смотрите, нас ведут к тому, что мы потом все равно применяем k, интересуют только эти штуки, в которых есть dt. Так. Поэтому давайте, значит, я иношу здесь траток атака, значит, b dt плюс. Откуда выпадет вообще dt? Ну, где? Здесь оно выпадет, если я буду f дифференцировать по t. Так. Угу. Значит, у меня, значит, здесь будет производная f по t, значит, dt, ну, допустим, д омега 1 и k. dt, значит, на dx и 1 траток а, dx и k минус 1 плюс. Значит, а откуда у меня здесь будет эта самая штука? Сейчас я хочу спросить. Здесь у меня dt будет всегда, я только буду эксперименцировать эту штуку по какому-то и xg забуду. А где докатова будет? Ааа, да. И у этой докатова, да, это правда. Вот, нет, все, все, все. Опять же мы покажем. Ура. Я счастлив. Значит, здесь будет, значит, такая штука. Здесь будет производная вот этих самых g по dx и g, значит, dx и g на dt на все вот эти самые dx и 1, dx и k минус 1. Теперь давайте мы найдем k, dx, да, значит, смотрите, что у нас будет. Вот здесь я вот эту штуку буду интегрировать. Да? Сразу будет металлельность. Далее что у нас будет? У нас, значит, будет здесь f и 1 и k, куда я подставлю t равно единице на, значит, dx и 1 кратова на dx и k минус, минус f и 1 и k, куда я подставлю t равно минус, dx и 1 кратова на dx и k. А что будет от этой штуки? Смотрите, я здесь, ну, выкинется знак, потому что у меня dx и dx, ну, нужно переставить, так ведь. У меня будет здесь минус, вот этот самый интеграл от нуля, значит, dt, dx и 1 кратова на 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 dx. И вот эта штука на dx и 1 кратова на dx и 1 кратова на dx. Она у меня есть в штуку нашей омяго 1 и 0 neben economists, да? Давайте мы посмотрим, значит, if a, ну, давайте ничуть на dx. Звёздочка на н, звёздочка на полмитра 1 есть полмитра 2, минус, значит, полмитра 1, минус полмитра 2. А вот. Потом паника уже... Очень хорошо. Смотрите, чего делает S со звёздочкой? Значит, он у нас... Вообще, S что делает? Он X отображает в X0, да? Как у вас тогда происходит действие на форму? Это действие очень простое. Вы вместо T поставляете 0. Понимаете? Да. Что у нас будет? Часть, где будет DT исчезну, потому что там будет D от нуля. Да. Так? А на вот эту часть я в F вместо T поставлю 0. Значит, если у P звёздочка, а в F, куда я подставлю 0, значит, E1 и K. Куда я подставлю T равно 0. Значит, Dx на 1, она подстава Dx на 1, минус Омега 1, минус Омега 2. Сейчас у нас структура S какое-то воспользование. Ну, что делает S? Оно точку X посылает в X0. Это значит, что обратно оно что делает? Она форму X заменяет на X, а T заменяет на 0. То, где есть DT, оно исчезает, потому что DT это D0, это 0. А там я просто функцию подставляю T вместо 0. А что делает P вообще, если вдуматься? P, оно XT посылается у нас в X. Но после того, что X это XT, оно не трудит вообще. Поэтому я не могу вообще-то вот вытягивать здесь и не учесть. Теперь давайте сравнивать. Теперь давайте сравнивать. А где вы стерли T сейчас? Я стер вот этой P звездочкой, которую можно просто стерить. А S в X теории на большом шее. Почему? Нет, S звездочка от этого, это вот оно. Понимаете? Вот это вот у вас, это ровно S звездочка от 0.1, 2, 0.2. Теперь давайте смотреть. Значит, да, вот у нас, значит, вот если я, значит, это добавлю с этим, да, что у меня будет? Смотрите, значит, у меня тогда вот эта штука, она сохранится у меня с этой штукой. А мы хотим быть с той штукой, которая... Нет, ну как, мы же хотим формулу, что вот это плюс-минус DK плюс-минус KD. Давайте я сложу DK и KD. Возьмите, вот у меня плюс-интеграл, вот, минус-интеграл. Они открылись между так, значит, а все. Их больше нет, мы про них забыли, так? А дальше здесь еще есть Омега-2, который у нас вот, да, значит, он у нас остается как был. И вот эти вещи остаются как были, да. А опять сравним с этим, да. Вот у нас есть Омега-2, а вот у нас Омега-2-1, да. Вот у нас есть Омега-1. Омега-1, кто такой? Это вот эта штука. Так у нас Омега-1, она вот где. Видите, вот я брал просто Омегу-1 и заменял мне С на С. Не видно, значит, от этого хуже не стало. Вот ее тоже подчеркну трижды. А еще у нас есть вот такая штука. Смотрите, что такое? Смотрите, это F, где D заменен на ноль, на все прочее, да. Значит, оно у нас... Ну, то, что ниже. Оно у нас вот. Значит, давайте я подчеркну это вот так вот. Причем, только смотрите, что у нас везде меняется знак. Здесь везде знак противоположный тому... Ну, ты скажешь, это как выгодно. Поэтому у нас Пи звездочка на С звездочка минус Пи это минус КД минус ДК. Вот, значит, то, что у нас в результате лучше. А это, значит, все, формула Фуан-Каре у нас блестящая работа. Вот, значит. Трени здесь мы должны остановиться, потому что уже все. Ну, смотрите, мы в следующий раз практически мгновенно вытащим то, что если у вас... То есть у вас два многообразия гомототические эквиваленты, то у них одинаковая группа Багмарки как-то. То есть вы можете уже сейчас пользоваться этим фактором, если вы, так сказать, понимаете, почему здесь есть N и N гомототические эквиваленты, и гомототические эквиваленты, и гомототические эквиваленты. Ну, вот, следующий раз буквально все. Значит, нам нужно сдавать. А у вас есть? То есть у него есть такие грустные сети, а, по-моему, это была самая негативная версия.